Я боялась, что этот день не настанет, однако как же приятно чувствовать себя ошибающейся. В течение двух последних лет я всегда сомневаюсь, что статистика о книжном рынке Российской Федерации не выйдет. Но, судя по всему, лучше быть пессимистом, чем оптимистом и рассчитывать на худшее, потому что каждый раз, когда я вижу, что статистика в итоге опубликована, я испытываю чувство радости. Но, как минимум, потому что люблю я судить о книжном рынке с точки зрения конструктива, а именно числа, цифры – это то, что конструктив и дает. Поэтому сегодня наши с вами любимые, я точно знаю, что вы тоже любите эту рубрику, мы с вами поговорим о том, как же чувствовал себя книжный рынок за первое полугодие 2023 года и сравним то, что у нас есть сейчас, с тем, что было в 2022 году. Вы пока можете порезвиться в комментариях и предположить, какие авторы вылетели из топ-20 самых издаваемых писателей в России, ну а я пока сделаю вам небольшой спойлер – мы не увидим там поэтов. Но поэзия для литературного процесса – это очень важный сегмент, поэтому поизучать поэзию можно вместе с синхронизацией на курсе «Поэзия. Понять и полюбить». В рамках этого курса вы познакомитесь с 35 самыми важными и главными поэтами, в том числе поэтами современности. Вы узнаете, как менялась поэзия и отношение к слову с XIX века, научитесь анализировать стихотворения, определять идеи и приемы, которые использовали поэты, а также увидите связь между творчеством личности и историческим контекстом. А еще поймете, почему некоторые стихи вам нравятся, а некоторые нет. Ну и самое главное – вы узнаете, что такое дыр-бул-шил. Программа курса состоит из восьми вебинаров, на которых вы встречаетесь с преподавателем и имеете возможность задать ему свои вопросы. Но не переживайте, если вебинар по каким-то причинам вы не смогли посетить, в течение трех месяцев вы сможете их пересматривать, и они будут доступны в вашем личном кабинете. На мой взгляд, один из самых интересных вебинаров, который нам предстоит – это радикальные эксперименты поэтов-авангардистов, потому что именно здесь крученых. Ну и, конечно, финальный вебинар, который будет касаться творчества Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и Оксимирона. В связи с этим я даже запланировала свой слегка экзистенциальный вопрос, почему же поэзия в итоге ушла в музыку. Курс стартует 16 августа, поэтому переходите по ссылке в описании и записывайтесь на него. И не забывайте использовать промокод PARS, который дает вам скидку 15%. Хочу напомнить, что он работает и при покупке остальных курсов синхронизации и суммируется с другими акциями на сайте. Ну и перефразируя классика, не выходи из комнаты, не совершай ошибку, только по ссылке в описании и сразу же возвращайся. И теперь переходим к статистике. Будем сравнивать с вами 2023 и 2022 год. Как вы наверняка можете предположить, количество книг слегка уменьшается, хотя, безусловно, нужно будет посмотреть еще и на итоги всех 12 месяцев 2023 года. Ну а пока факты. Итак, всего было издано в 2023 году за эти 6 месяцев 50 885 книг, ну, печатных единиц, и считаются еще и брошюры, а в 2022 57 413 книг. И, судя по всему, все понятно, все ясно, но не могу говорить, что все настолько плохо, как я могла бы предположить. Все равно держится более-менее на уровне. По крайней мере, количество издаваемых книг не упало до каких-нибудь 15 тысяч, что уже, в принципе, неплохо. Но да, конечно, печать дорожает, дорожают и сами книги, и, судя по прогнозам некоторых издателей, рост цен все еще будет продолжаться. Это, конечно, печально. Если мы с вами будем говорить конкретно про книги, то обратите внимание, в 2022 году 50 016 печатных единиц, а в 2023 за первые полгода 44 229 книг. И, судя по всему, эти 5 с лишним тысяч или нет, у меня сейчас слегка плохо с математикой, не хочу доставать калькулятор, который, между прочим, всегда теперь есть у меня под рукой. Понятно вам, Надежда Дмитриевна, или нет? И, возможно, эти потерянные 5000 книг, это книги, которые не попадают в печать из-за пресловутой пропаганды ЛГБТ и прочих незаконных штук. Ну что, тут в целом все понятно. Давайте с вами перейдем к списку издательств, которые выпустили наибольшее количество книг за первые полгода. На первом месте, угадайте, кто? Вы можете не угадывать, потому что вы видите титр перед глазами. Это издательская группа АСТ. На втором месте, по сути, тоже АСТ, только в профиль, это Эксмо. На третьем месте Просвещение. И я готова поспорить, что к концу года Просвещение может оказаться на втором месте. Хотя, конечно же, нет АСТ и Эксмо, это те персоны, которых невозможно сдвинуть из топа этого списка. Но Просвещению предстоит проделать огромную работу. Ведь, как вы знаете, некоторые учебники, некоторые учебники по истории планируют слегка перепечатать, переделать, переписать. Поэтому успех Просвещению. На четвертом месте издательство Лань. И, честно говоря, я ничего про него не знаю. Затем у нас идет азбука классика Симбад. Я знаю издательство Симбад, а вот Симбад не знаю. Возможно, это какая-то профессиональная литература, но в целом-то меня больше волнует художественная литература и гуманитарный нон-фикшн. Поэтому камнями в меня не кидаться. А если кинетесь в меня камнем, то вообще подумайте о своем воспитании. На седьмом месте Рипол Классик. На восьмом – Рассмен. На девятом – Проспект. И на десятом – Клевер. И в этот раз я решила посмотреть еще и на финал этого топа, потому что в статистике присутствует список 50 издательств. И стало интересно, кто же находится в последней десятке. И знаете, вот тут я удивилась. На самом последнем месте в этом списке издательств, выпустивших наибольшее количество книг – издательство РСП, то бишь издательство Российского Союза писателей. Мне всегда казалось, что такие окологосударственные образования, квазичиновнические образования, должны выпускать больше книг. Но нет, нет, книги они выпускают редко, притом ни одна из этих книг не становится бестселлером, а про обложки я даже молчу. Издательство Союза писателей даже обходит дагестанское книжное издательство. Ну, поразительно. И в начале этой последней десятки, возможно, это звучит как комплимент, издательство Питер. Мне стало интересно, чем же издательство Питер занимается сейчас, потому что это одно из старейших издательств книжного рынка именно Российской Федерации. Оно было основано аж в 1991 году. И до сих пор, согласно разделу издательства о себе, они позиционируют себя как издательство крупнейшее в России, что специализируется на выпуске качественных книг для тех, кто хочет чему-то научиться или достичь новых высот мастерства. Лидер на рынке профессиональной литературы. Но, судя по всему, сейчас издательство Питер занимается слегка другим. Ну, сами видите. И это немножко грустно, потому что я не совсем понимаю, для каких именно профессионалов издаются эти книги. Давайте от общего переходить к частному, потому что самое главное, что нас с вами интересует, это топ 20 самых издаваемых авторов. Я, кстати, недавно думала, почему же я люблю формат таких роликов и поняла, что весь этот рассказ про то, кто как перемещается по этому списку, позволяет мне чувствовать себя какой-нибудь ведущей MTV Лохматых Годов. По традиции у меня все записано. Я все фиксирую. Начнем с вами с 20-го места. И здесь у нас с вами новичок. Артур Конан Дойл возвращается в этот список. Давненько я его не видела. По итогам 2022 года в списке его не было. Но самое удивительное, что на 19-м месте Дарья Донцова. Она спустилась сюда с 6-го места, на котором обосновалась в конце прошлого года. И вообще несколько странное происходит с писательницей, с ее работами. И почему-то некоторые думают, что я Донцову не считаю за писательницу. Вы не правы, потому что Дарья Донцова – это великолепное. Помимо того, что женщина, она еще и интересно пишет. Да, как ни странно, ее книги – очень большая часть эскапизма для многих людей. Но раньше-то было как – Дарья Донцова регулярно боролась за первую строчку в этом списке со Стивеном Кингом. И вот так внезапно хлобысь и сразу на 19-м месте. Я очень надеюсь, что дело просто в том, что Дарья Донцова в последнее время не издает каких-то новых книг, и все исправится. Потому что, эй, это была стабильность, которую я хотела. Дарья Донцова либо на первом, либо на втором месте. А теперь этого нет? Грустненько. На 18-м месте тоже новичок. Его не было в списке 22-го года, но здесь он присутствует. И это Анжей Сапковский. Притворившись аналитиком, я могу предположить, что книги про Ведьмака переиздавались и издавались активнее именно из-за сериала. Ну а еще это вряд ли повлияло, но недавно проскакивало новой, что Сапковский планирует работать над новой книгой вселенной Ведьмака. Ну и Ведьмак, конечно, там тоже будет один из главных персонажей. Ну и, судя по всему, главным персонажем, потому что вряд ли появится кто-то еще. Но вот появится ли эта книга в российских магазинах, пока секрет. На 17-ю строчку с 19-го места поднялся Николай Гоголь. И это прекрасно. Гоголя вообще нужно читать. Жаль, конечно, что только в 2022 году про него как-то вспомнили и стали его активно переиздавать в красивых книгах, в обычных книгах с иллюстрациями и без. Но Николай Гоголь, безусловно, заслуживает внимания. Кстати, напишите ко мне в комментах, не хотели бы вы какой-нибудь полноценный обзор на какую-либо книгу Николая Васильевича? И если да, то на какую конкретно? С 10-го места на 16-е слегка так рухнула Луиза Мэй Олкотт. И да, наконец-то. Вот тут я могу сказать «наконец-то», потому что Луизу Мэй Олкотт, безусловно, много и часто. Это издают, переиздают, и, как правило, все это связано с выходом экранизации. А мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы интерес к маленьким женщинам и к маленьким мужчинам был связан не только вот с какими-то фильмами или сериалами. Поэтому все, все, конец, конец. Давайте других писателей с 19-го, начала 20-го века почитаем. На 15-м месте отец порока и разврата Оскар Уайлд, который по итогам 22-го года был на 16-м месте. И это здорово. Вот Оскара Уайлда я готова видеть в этом списке регулярно. Планировала я в 22-м году снять большой ролик про портрет Адриана Грея, но как-то не сложилось, потому что пока я не очень понимаю, как мне подойти к фигуре Оскара и никоим образом не нарваться на какое-нибудь там административное. Но посмотрим, посмотрим. Я все-таки шарю, поэтому что-нибудь придумаю. На 14-м месте еще один новичок, которого я лично ожидала здесь увидеть, потому что по моим наблюдениям очень много книг Дэниела Киза переиздавалось и издавалось. Я не знаю, связано ли это с какими-то расчетами и предположениями издательств, но с учетом выхода как бы документального фильма на Нетфликс, если вы не знали, Нетфликс очень часто в документальных своих фильмах некоторые вещи привирает, и связано ли это с выходом сериала по мотивам множественных умов Билли Миллигана на Apple TV, но все логично, все логично, самое время переиздавать и издавать Дэниела Киза в больших количествах, потому что, как ни крути, а аудитория очень часто приходит к книгам именно через сериалы. Мне кажется, в каждом видео с топом самых издаваемых авторов я упоминаю эту истину. На 13-м, но не проклятом месте Борис Акунин. Его тоже не было в списке за 2022 год. Судя по всему, издатели подумали, что нужно успеть поиздавать Бориса Акунина, пока он не сделал пока-пока российским издателем и пока не стал иноагентом. Кстати, да, почему-то многие считают, что Борис Акунин уже иноагент, но нет. Я помню в прошлом году огромное количество фотографий, что книги Акунина тоже запаковывают в невидимую такую упаковку и пытаются куда-нибудь запрятать, но как ни крути, народ любит Фондорина, народ любит все эти истории. И я, правда, больше люблю кладбищенские истории и работу Бориса Акунина, как Григория Чехарташвили, про писателей и их способы умереть. Если что, это не то чтобы прям вот нон-фикшн или руководство к пользованию. На 12-е место с 20-го по итогам 22-го года взлетела Лия Арден. Я к Лии Арден отношусь не очень. Не как к девушке, я с ней не знакома, я с ней не общалась, а вот конкретно к ее творчеству. Безусловно, Эксмо Слэш Энспири регулярно переиздает Мару и Морок, делает различные там подарочные боксы и так далее, и так далее. Лия Арден очень писучий автор, то есть она действительно выдает много-много книг. И если вспомнить... А нет, не вспомню, не вспомню, что за книгу я читала и на какую книгу делала обзор, который, как мне говорят, был проплачен. Ну, кстати, да, Эксмо, заплатите мне денег, если тоже думаете так, но это была посредственная книжка, но при этом она была существенно лучше, чем та же самая Мара и Морок, поэтому я воспользовалась случаем и слегка похвалила писательницу, ведь в конце концов мне все равно приятно видеть молодое и живое лицо в этом списке. Поэтому, ну, здорово, здорово, это как минимум неплохо. На 11 место с 5 спустился Джордж Оруэл. И да, в прошлом году он был в топе, по понятным причинам огромное количество людей кинулись, перечитывая 1984 и, конечно же, вздыхать, как эта книга актуальна для наших дней. Но сделаю вам некоторый спойлер, есть более актуальные антиутопии. Важность и прелесть главного романа Оруэлла я, конечно, не отрицаю, но предлагаю вам обратить внимание и на другие его книги, потому что там тоже много чего интересного. На 10 месте Эмма Скотт. Это тоже новичок, но я не знаю, кто это. Судя по всему, когда-нибудь я могу докатиться до ее книг, и докатиться не в плане, что вот до чего-то докатилась, докатилась до дна. Нет, просто потому что, судя по обложкам, это совершенно не мои книги. И если даже вы мне напишите, что под обложками скрывается какой-нибудь глубокий психологизм и огромное количество драмы и трагедии, но я сделаю ить плечами, потому что тогда это косяк презентации книги, потому что с такими обложками и не подумаешь, что там внутри может быть нечто серьезное. Если хочется поворчать, судить по обложке нельзя, я скажу нет, можно, потому что именно на обложку огромное количество сил, времени и денег издатели тратят, потому что обложка — это лицо книги. Именно увидев обложку, мы моментально можем решить, хочется нам ее прочитать или нет. Так что, ну, такова жизнь. Ну и теперь десятка, десятка самых издаваемых авторов. На десятом месте, как я уже сказала, Эмма Скотт, а на девятом месте расположилась, я надеюсь, вполне вальяжно, Джейн Остен. По итогам прошлого года, всех 12 месяцев, Джейн была на седьмом месте. И я полагаю, некоторый взлет количества изданий был связан с выходом, кажется, одной или двух экранизаций ее книг. Но вот постепенно-постепенно Джейн будет, судя по всему, сползать вниз. По крайней мере, если к концу года не запланируется какая-нибудь очередная экранизация, которая выйдет внезапно. Но такое случится навряд ли. На восьмое место просто бабочкой сразу порхает Ася Лавринович. Это совершенный новичок этого списка. Я, кстати, не помню, была ли Ася Лавринович когда-нибудь в этих топах вообще. Я ее книги не читала, но могу сделать вывод, что она пишет нечто вроде Алекс Хилл. А вот Алекс Хилл я читала, и могу сказать, что у нее очень добротный young adult. Эта литература не вызывает каких-то фейспалмов. Это приятные, необычные истории, связанные с школьниками, либо студентами. И, судя по всему, Ася Лавринович здесь совершенно-совершенно заслуженно. Я, опять же, повторюсь, очень приятно видеть молодое живое лицо в этом списке. На седьмое место с восьмого тихой сапой, мягкой кошачьей походкой пробрался Михаил Булгаков. И это здорово. Я очень надеюсь, что к концу года изданий Булгакова будет еще больше. В количественном эквиваленте он сто процентов должен вырасти, поскольку грядет экранизация по мотивам романа «Мастера и Маргариты» Воланд. Я сразу вам скажу, фильм обязательно посмотрю. Мне самой безумно интересно, что же в представлении режиссера будет означать по мотивам «Мастера и Маргариты». И сделаю для вас обзор. Поэтому ждите, перечитывайте «Мастера и Маргариту». Я думаю, сейчас самое время. На шестое место с первого по понятным причинам свалился Стивен Кинг. Новые его книги АСТ не имеет права издавать. Под конец прошлого года Стивена Кинга старались наверстать, издать как можно больше его книг, на которые права еще действовали, опять же, судя по моим наблюдениям. Но вот Стивен Кинг, безусловно, будет двигаться по этому топу все ниже и ниже, и в какой-то момент может исчезнуть из него вовсе. И я была бы вновь рада ошибаться. Я была бы рада не быть таким пессимистом. Но, увы и ах, Стивен Кинг из-за того, что происходит в Украине, сказал, что русские его издатели и читатели отправляются куда подальше. Некоторая часть читателей отреагировала на это не очень хорошо. И судя по тем комментариям, которые я получала на свой влог с чтением некоторых не лучших книг Стивена Кинга, для некоторых эта его русофобия оказалась решающей в том, чтобы совершенно отказаться от книг Стивена Кинга. И я даже удивлена, что пока еще не появились какие-нибудь ролики торжественного сжигания его книг, видимо, читатели все-таки осознают, что в будущем это будет раритет, за который можно будет выручить определенное количество бабла. Лёва, Лёвушка, Лёвчик наконец-то услышал мои слова, и Лев Николаевич Толстой с 11-го места выпрыгнул на 5-е место. Ну вы представляете, да? 11-е, 5-е. Это же сногсшибательно. Это примерно так же сногсшибательно, как Стивен Кинг потерял свои позиции. Возможно, это связано с довольно быстрым переизданием его эссе, в том числе книги «Не могу молчать». И это здорово, потому что Лев Николаевич у большинства все-таки ассоциируется с этой громиной, с этим романом эпопеи, с войной и миром. А на самом деле у Льва Николаевича есть и другие замечательные тексты. Если вам кажется, что к войне и миру вы по-прежнему со школьной скамьи так и не готовы, то прочитайте его рассказы, или Крейцерову Цонату, или Смерть Ивана Ильича. Про смерть Ивана Ильича, кстати, я снимала отдельное видео, но YouTube вообще не любит, когда я упоминаю какие-нибудь мортальные словечки. Поэтому, если что, ссылку я вам оставлю в описании. Да и в целом, на те ролики, в которых упоминается что-то вот непотребное, тоже оставлю вам ссылки, потому что, ну, они клевые, они клевые, и они заслуживают вашего внимания, но YouTube их вам не показывает. От моего нытья переходим к нытью другого человека, который для меня играет очень большую роль. Это Эрих Мария Ремарк. Он как был на четвертом месте, так и остается на четвертом месте. И это именно та стабильность, которая мне нужна. Ремарка сейчас тоже активно переиздают. И дело не только в «На западном фронте без перемен» экранизация, которой этой книге выходила в конце прошлого года. Вообще, Ремарк очень важный писатель именно в нынешних обстоятельствах. Его черный обелиск позволяет понять, как же вообще все происходит внутри человека, в том числе, как ему жить в том мире, который накануне мировой войны. И я надеюсь, что вообще-то это не очень актуально. Но все-таки Ремарк прекрасен. И в последнее время я вижу все больше мемов про то, что «А, вот я раньше думал, почему же герои Ремарк во время войны пьют, бухают и веселятся, и хватаются за ближайшую любовь и свою дружбу». И вот, вот, да. Теперь я понимаю, почему все так. Так, и вот, тройка лидеров. На третьем месте новичок этого списка. Да, опять новая писательница, и это Анна Джейн. Анна Джейн, к сожалению, покинула своих фанатов, покинула своих издателей от некой болезни. Я так и не поняла, кажется, обстоятельства до сих пор не разглашаются. Но Анна Джейн обладала своей аудиторией и была очень популярна. И поэтому нет ничего удивительного, что издатели тоже решили оперативно издать как можно большее количество ее книг. Но, к сожалению, или к счастью, но, скорее всего, все-таки, к сожалению, так регулярно бывает, когда смерть писателя вызывает больше интерес к тому, что он делал при жизни. И в этом случае все понятно. В конце прошлого года на третьем месте была Агата Кристия, а нынче она на втором месте. Агату Кристия тоже регулярно переиздают, поэтому я удивлена, что она только сейчас добралась до второй строчки и, может быть, когда-нибудь достигнет первой. Но Агата Кристия на протяжении десятков лет одна из самых издаваемых писательниц, одна из самых экранизируемых писательниц. И с учетом того, что скоро также выходит экранизация смерти на Аниле, кажется, если я не путаю, ничего удивительного в том, что Агата Кристия ползет по этому топу вперед, но я лично не вижу. Вы еще не заметили, что нам в этом списке кого-то не хватает? Я надеюсь, что заметили. Конечно же, это Федор Михайлович Достоевский. Наконец-то мы видим его на первой строчке этого топа. Я очень даже рада. Наконец-то Достоевского переиздают в таких количествах, что он имеет право быть просто вот на самой-самой-самой вышине, когда Стивен Кинг, наоборот, падает ниже. Я понимаю, что несколько разные здесь истории, почему Федор Михайлович оказался в топе, почему Стивен Кинг двигается, наоборот, вниз, но Федор Михайлович издается. Ура, ура! К сожалению или к счастью, Федор Михайлович используется обеими сторонами. Он используется теми, кто поддерживает ценности гуманизма, раскаяния и разделяет по-настоящему христианские ценности, и другой стороной, которая подтверждает регулярно, просто вырвав из контекста некоторые слова, что Достоевский лежит в основе той самой философии русского мира. И, к сожалению, да, Достоевский немного амбивалентный писатель. Можно найти у него то, что хочет найти. Эта сторона и другая сторона. И это, ну, это, конечно, грустно, а с другой стороны, ну, Достоевский на первом месте. Я, как тот человек, который видит у текстов Федора Михайловича как раз больше крючков и зацепок на понимание и представление банальности, что человеку нужен человек, и сострадание чертовски важно, я этому рада. Вот такой получился список. И, конечно, не могу не сказать, какие писатели, наоборот, вылетели из этого топа. Я надеюсь, что не на совсем, но все-таки они были в этом списке топ-20, издаваемых в прошлом году по итогам 12 месяцев, а за эти полгода, ну, не сумели сохранить свои места. Вылетела у нас Нора Сакавич, которая была на девятом месте с большим переизданием и доп-тиражами своей лисьей Норы. Также вылетели из этого списка Джек Лондон, Татьяна Устинова и Брэдбери. Рэй Брэдбери ушел из списка самых издаваемых авторов. Для меня это загадка, почему так произошло, ведь тоже 451 градус по Фаренгейту, это ох-ох как актуально, особенно, если мы с вами будем говорить, что из этого списка ушли также и писательницы Малисова и Сильванова. Они в прошлом году были на 15 месте, потому что «Леты в пионерском гаустуке», «О чем молчит ласточка» издавались огромными тиражами. По-моему, ни у одной из книг-классиков не было таких тиражей, по крайней мере, за последнее время. Но с 15 места они тоже исчезли, и так уж сложилось, что, скорее всего, в этот список, по крайней мере, пока и не вернутся. Виктор Пелевин по итогам первого полугодия 2023 года тоже не в топе. А по итогам прошлого года, опять же, все 12 месяцев, Виктор Пелевин был то ли на 18, то ли на 19 месте. Я, к сожалению, уже точно не помню. Но нужно иметь в виду, что Пелевин последнее время издается все меньшими тиражами, хотя и допечатки старых романов происходят. Но, как правило, всплеск интереса к его творчеству возникает именно во второй половине года, когда выходит какой-нибудь новый роман. Не знаю, как будет в этом году, но пускай все делает, что хочет. А вот больше всего меня шокировало, что из списка самых издаваемых авторов вылетел наше все Александр Сергеевич Пушкин. И это действительно удивительно. Ведь кого, как не Пушкина? Такого всего из себя императорского Пушкина нынче издавать. Но нет. За последнее время я видела из новых изданий только Евгения Онегина с комментариями Лотмана. И да, это издание от Иллюминатора, а книги Иллюминатора это всегда какое-то искусство. Да, у них очень много книг, связанных с искусством, но вот этот Евгений Онегин, это просто та штука, которую хочется иметь в своей библиотеке. Я очень хорошо помню, как на Филфаке нам приходилось драться за комментарии Лотмана, но все-таки вот теперь, пожалуйста, смотрите потрясающие книги с потрясающими обложками. Например, если вы просто библиофил, но не любите Пушкина, мне кажется, все равно нужно эту книжку иметь на своих полках. Вот такие ребята покинули список. Очень надеюсь, что Пушкин все-таки вернется, потому что, ну как же, это же Пушкин, это же отражение культуры, а в списке 20 самых издаваемых авторов его нет. На этом я с вами буду прощаться. Обязательно пишите в комментариях, какой писатель, по вашему мнению, должен издаваться активнее, может быть, вообще издаваться и появиться в этом списке. Ну а я пока пойду читать хорошие книги, и мы с вами совсем скоро увидимся, чтобы читать вместе.